Создание сложных индивидуальных форм всегда сопровождалось огромными затратами времени и ресурсов. Но все изменилось благодаря открытию американского изобретателя Чарльза Халла в 1983 году. Именно тогда появилась технология 3D-печати, и сегодня она постепенно распространилась по всем сферам производства. Так на что способна современная 3D-печать? Давайте узнаем. Как работает 3D-принтер 3D-принтер – это станок с числовым программным управлением. Обычно используют метод послойной печати детали. Процент внутреннего заполнения, как и толщина стенки, влияет на прочность и вес изделия. Внутри изделия принтер печатает решетку жесткости, которая распределяет нагрузку на изделие. Заполнение может варьироваться от 0 до 100%, в зависимости от пожеланий заказчика и условий эксплуатации. Области применения такой печати очень разнообразны – от создания простых безделушек до производства корпусов автомобилей и беспилотных самолетов, и даже копирования органов человека. 3D-печать оружия Liberator – первое в мире огнестрельное оружие, печатаемое почти целиком на 3D-принтере из пластмассы. Единственной обязательной деталью, которую принтер напечатать не может, является баёк, накалывающий капсюль, изготавливающийся из гвоздя. Liberator состоит из 16 частей, каждая из которых распечатана на принтере Dimension SST с использованием ABS-пластика. Текущий прототип, насколько можно понимать, способен стрелять патронами разного калибра, для чего предусмотрена возможность смены некоторых частей. На сегодняшний день существует уже десятки разных моделей печатного оружия. Но нелегальное производство, продажа, приобретение и владение оружием, напечатанным на 3D-принтере, запрещены в Великобритании и США. Печать фигурок. Современный человек уже не представляет своей повседневной жизни без кино, телевидения, музыки, компьютерных игр и многих других достояний культуры 21 века. Изготовление фигурок на 3D-принтере – это воссоздание любого персонажа на основе готового или индивидуально разработанного макета. И если в вашей памяти сразу всплыли недорогие фигурки из сувенирной лавки, спешим заверить, что вы получаете куда более качественный, а главное – уникальный продукт. Плюс ряд важнейших преимуществ. Отсутствие любых ограничений в выборе персонажа. Фигурку, которого хотите напечатать. Широкие возможности кастомизации внешности, прическа, одежда, обувь, аксессуары и многое другое. Возможность выбрать размер, позу и другие параметры. Высокое качество печати и фотореалистичная детализация. Конечно же, фигурки персонажей из фильмов, мультфильмов и игр – это подарки далеко не только для детей. Многие взрослые ничуть не меньше привязываются к любимым персонажам. Для таких людей 3D-фигурка станет настоящей находкой и по-настоящему желанным подарком по любому поводу. Строительство зданий. В последнее время большое внимание уделяется печати зданий, и напечатанные дома все чаще появляются в последние годы в разных странах мира. В США, Саудовской Аравии, Мексике, Франции, России, Арабских Эмиратах и других. Существующие на сегодняшний день строительные 3D-принтеры отличаются конструкциями и методами возведения стен. Наиболее часто встречаются принтеры портальной конструкции, двух- и четырехопорной конструкции, на базе руки-манипулятора или циркульной конструкции. Оборудование позволяет создавать малые архитектурные формы и элементы сооружений для последующей их сборки на месте, либо позволяет печатать здание целиком на строительной площадке. Высота и размеры печатаемого здания зависят от технических характеристик используемого принтера. Изготовление конструкций 3D-принтером открывает большие возможности для предприятий строительной и смежных отраслей. Практическое применение выявило следующие преимущества аддитивного производства. Снимаются ограничения с фантазией дизайнеров и архитекторов. Высокая скорость возведения. Полная автоматизация процесса. Низкое энергопотребление оборудования. Экономия за счет снижения затрат на оплату труда персонала. Полностью исключается образование отходов стройматериалов. Минимизация человеческого вмешательства. Сейчас в мире существует 17 реальных зданий, напечатанных на 3D-принтере. И количество растет с каждым годом. Скорее всего, что в будущем весь процесс строительства может стать полностью автоматизированным. Без вмешательства людей не только при печати фундамента и стен, но и при печати перекрытий и крыш. Автоматически устанавливать инженерные коммуникации, двери и окна. Также, возможно, в будущем мы не будем ограничиваться печатью домов в 2-3 этажа, а сможем перейти к многоэтажному строительству. Все это уже не является чем-то невозможным и перестало звучать, как фантастические мечты о высокотехнологическом будущем. 3D-печать для авто. Автомобильная промышленность является одной из основных сфер применения 3D-печати. По всему миру открываются промышленные концерны известных корпораций, ориентированные на аддитивное производство автомобильных компонентов. Не имеет значения, сломалось ли у вас крепление зеркала заднего вида или одна из шестерней редуктора, 3D-печать позволяет воспроизвести идентичное изделие любой степени сложности. Все, что понадобится, это 3D-модель необходимого компонента. Очень часто 3D-печать для авто обойдется вам значительно дешевле, чем покупка необходимого компонента на рынке. Особенно это касается редких или эксклюзивных деталей. Не является редкостью покупка 3D-принтеров для тюнинга автомобилей. Прочности современных 3D-пластиков вполне хватает для изготовления самых различных компонентов, которые после установки могут быть обработаны в соответствии с внешним видом автомобиля. 3D-печать в медицине. Вероятно, наибольшее влияние на нашу жизнь может оказать именно 3D-печать в медицине. Уже сегодня в этой сфере разрабатываются чрезвычайно перспективные методики, способные полностью перевернуть мир. В основном это достижения в сфере биопечати, потенциально успешной технологии, позволяющей создавать живые ткани, кости и органы, идентичные человеческим. Ученые разработали технологию печати на 3D-биопринтере персонализированных нейропротезов, которая в перспективе может помочь в буквальном смысле поставить человека на ноги после травмы спинного мозга. Данная разработка уже показала свою эффективность в исследованиях на млекопитающих и рыбах. 15 апреля 2019 года исследователи из университета Тель-Авива сообщили о том, что им удалось распечатать на 3D-принтере живое сердце, используя человеческие клетки. Сделать это прежде не удавалось никому. Для создания органа ученые взяли у человека жировую ткань, затем разделили ее на клеточные и неклеточные компоненты, после чего перепрограммировали клетки, чтобы те превратились в стволовые, которые затем превратились в клетки сердца. Неклеточные компоненты были превращены в гель, который служил чернилами для печати. Крошечное сердце, созданное израильскими учеными, уже на этой стадии может подойти к ролику. В августе того же года прелис Biologics объявила о начале печати на 3D-принтере сосудистых структур и готовности продавать их исследовательским учреждениям. Команда из университета Миннесоты анонсировала проект, как утверждается, первого в мире напечатанного на 3D-принтере бионического глаза. Он дает большую надежду пациентам, потерявшим зрение. В мае 2018 года исследователи из Университета Торонто представили портативный 3D-принтер для печати кожи, предназначенный для лечения глубоких ожоговых ран. Группа исследователей отмечает, что это первое устройство, которое формирует и располагает распечатанный образец ткани непосредственно на месте ожога всего за пару минут. В марте 2018 года в Северной больнице Манчестера открылась лаборатория 3D-печати для помощи специалистам по челюстно-лицевой хирургии. В декабре 2017 года было показано, как с помощью 3D-принтера возможно воссоздать точные копии среднего уха для возвращения слуха людям. Путем преобразования 3D-изображений, сделанных с помощью компьютерной томографии в напечатанные на 3D-принтере протезы, хирургам удалось с точностью поместить 4 имплантата разных размеров в человеческие уши. Еще одним открытием стало создание с помощью 3D-принтера точной трехмерной копии черепной коробки пациента. При помощи специального оборудования модель была распечатана. Ее изготовили из чистого титана, который принято считать одним из лучших материалов для создания имплантов. Операция по вживлению напечатанного на 3D-принтере черепа завершилась успешно. В конце декабря 2019 года испанская компания X-Squelet выпустила на рынок заменитель гипса при легких переломах, который печатается на 3D-принтере. Заменитель гипсового слепка X-Squelet водонепроницаем, не вызывает зуда, легко снимается и может быть использован повторно, что исключает затраты времени и средств на повторную обработку. Медикаменты Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в 2015 году впервые в мире одобрило производство таблетки с помощью 3D-печати. Лекарство Spritam предназначено для контроля судорожных приступов при эпилепсии. Технологии 3D-печати позволяют адаптировать лекарственные формы, профили выпуска и дозировку для каждого пациента. Например, маленьким пациентам можно напечатать таблетку в виде какого-нибудь милого животного или растения любого цвета. Еще одна британская компания разработала технологию трехмерной печати медицинских препаратов, с помощью которой пациенты могут создавать назначенные им лекарства у себя дома или в больнице. Технология поможет снизить цены на редкие лекарства, увеличить их доступность, а также сократить количество подделок. Биотехнологический стартап FabRx представил разработку в рамках концепции Dubai Health Forum. Медицинские препараты по технологии FabRx печатаются из особого волокна, для которого фармацевты определяют нужную дозировку лекарственного средства. Именно это волокно компания планирует продавать больницам и частным клиентам, которые смогут самостоятельно печатать из него таблетки на домашних 3D-принтерах. Вот такие разные сферы применения на сегодняшний день имеет 3D-печать. И пускай такие принтеры еще не стали доступны каждой семье, но однажды этот момент наступит. Нам остается лишь следить за развитием новых технологий и продолжать удивляться разным открытиям. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!